Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 697. События дня. 2 Тимофею 2.8. Помню Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. За 9 ноября 2017 года. Тут пришлось статистикой заняться немного. Вот вся Библия с неканоническими книгами, это 77 книг, это мой подсчет, я много времени потратил. Но теперь знаю, сколько, 1361 глава, 37 082 стиха, 669 284 слова и 3 172 512 букв. Ну вот вся Библия. Теперь я дальше сравниваю, говорят, а как у вас сколько? В 33 томах открытым оком слов 8 972 853 или 47 950 550 букв. Больше, чем в полной Библии букву, в 15,117 тысячных. Слово Христос, христианство, христиане встречается у меня в книгах 43 124 раза. Ну сейчас легко это подсчитывать, есть вот система такая, статистика, сервис. Вот так. Ну еще у меня книга «Для Слова Божия нет уз» 259 448 слов и 1 452 899 букв. Ну все книги у меня и «Для Слова Божия нет уз» одинаковые, по 752 страницы. А для чего это? Ну представление хотя бы какое-то иметь. Чтобы у меня книги все прочитать, это выходит вот сколько нужно. Добавить еще и вот это. Кроме того, сильно, сильно, чем бывает, хватает, человека приводит ли или ожесточает к истинному православию. Я на нее статистику не даю, ее надо подсчитывать там много глав. Название там отдельно о Библии, о покаянии, о учителях, о войне. И главы эти сделаны художественные, и система не может их взять. Поэтому надо по отдельности каждую выписывать, а потом слагать, прибавлять. Это такое время. Все равно я когда-то сделаю. Сейчас у меня нету. Я к чему говорю? Вот сегодня я утром на молитве мы читали, псалтыр читаем. 68-й псалом – это мой псалом. Мой. Ну отдельно там кто-то говорит. Три задели, а то другое у меня было, и одежду делили, и все. И не об этом дело. Дело в том, что как пришлось плакать, как не на чем встать, сильное течение. Вот увлекает враги, их больше, чем волос на голове моей. Все это для меня. Это мой псалом. 68-й. Это моя биография. Вот каждый пускай считает и найдет свой псалом. От этого не умирать. Оно слово живо и действенно. Оно повторяется. И вот еще к истинному православию, к этим 33-м томам добавить, для слова Божия, нету. За меня голыми руками брать можно. Совершенно. Потому что столько я говорил, где-то кем-то обличал. Они просить этого не могут. И за все это Давид говорит, что им будет. Какая о них молитва. Ну вот вчера день был такой, дома сижу, пенсионер что, ну хватает бедра. У нас внутри воды нету, надо идти в колонки. Каждый день почти что хожу туда. Дальше голубям надо слазить, накормить здесь. И я занимаюсь сейчас тематикой уже много лет. Много лет. Великой Отечественной войны. Второй мировой войной, вернее так сказать. И вот сейчас я нахожу воспоминания, мемуары той и другой стороны. Меня больше всего интересует, было ли у главного командования где-то о Боге сказано, о покаянии. У русских ни одного нету. Только при смерти, может быть где-то, но умирали в тихомолку дома. Не знаю, нигде, ничего нету. У немцев есть. И вот он рассказывает о себе, как мы были, говорит, вот в мороз 30 градусов, сапоги насквозь, вода стоит, уйти из окопа нельзя. Ну к утру еще подбирают, мертвый застыл. А уйти куда? Мы солдаты. И вот, ну я это все копирую, увеличиваю в размере, чтобы считать. И выделяя все места под ним, как они говорят. У них интервью берут. Дожили старые. Некоторые писали мемуары, как Гальдер, Манштейн, вот я гляжу Гудуриан. У кого какие, где были. Даже фальшивки, что будто бы Гитлер вел дневник, и там один продавал за миллионы, 16 миллионов, кажется. И это тоже, где можно, просчитал. Поэтому меня о войне в фильме вообще не интересует, и стараюсь не смотреть. Ну артисты играют. Ну и что, Жукова там, Михаил Ульянов играет. И на деле пока, посмотри, какой он. Что там было. Даже немцы говорили, до того, говорит, примитивное действует, когда посылали. Одно и то же, одно и то же. Ну явно дело, что у нас, ну обошли бы с другого места, где-то прошли. Нет, вот поэтому. Тут уже труп на трупе лежит. Мне, говорит, у русских подбили там в первый же день там 600 танков, а немецких только три. Да мало того, и те утащили, еще отремонтировали. А эти бросают, и мы, говорит, и русские утащили, чтобы их все взорвать. Все взорвали, которые были, чтобы не отремонтировали. Они их и не трогают даже. На поле сражения, Курской дуги, вот так. Я занимаюсь сейчас мемуарами очень больших людей, и советских, и тех. И тогда составляется, какая была картина. Было ли покаяние? Нигде пока не найду. Потому что Гитлер был язычник, это на 100% уже. Ничего христианского в нем не было. Ну, было, когда маленький был, хору церковном пел. Мог быть бы капелланом или священником по-своему. Вот так. Ну и вот. День, где прошел день. Вчера 16 часов за компьютером просидел опять. Глаза болят. Ну, охота узнать. Рахиль Загидулина пишет. Роман, малыш, такое впечатление, что вы специально только ищете что-то пугающее, устрашающее. Устрашающее. Зачем вам это надо, брат? Брат-малыш, вы специально ищете всякое устрашающее видео и информацию. Зачем? В 2 Коринфянам 6.10 написано. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Надо искать то, что на нас повлияет положительно, чтобы душе стало приятным. И захотелось наполнять ее душу любовью, смирением, терпением и тому под далее. А у вас страх преобладает, и вы все хотите напугать. Простите ради Христа. Ну, я на это отвечу. Искать, что приятное, радует, это нет этого. В Библии все перемешано. И устрашение, и радость. Главное, чтобы нигде не солгать. Вот что нужно. Не солгать. Вот что главное это где-то. Огорчают. А мы всегда радуемся. Ну, и достигнет этого состояния. Одно слово скажет кто-то не так. Ну, и взорвался. Ксения Юрова. Дорогой Игнатий Тихонович, мир вам. У меня появилась знакомая из Я на О. Это какая-то автономная область какая. Я не знаю. Я это что? Национальная автономная область. Антипаюта. Не знаю. Тазовский район. Знакомая появилась. Не Ненецкий, а какой-то. Ямало-Ненецкий. Наверное. Ямало-Ненецкий автономный округ. Вот так можно сказать. Говорит, что у них очень мало верующих и не с кем общаться. В основном одни язычники. Скажите, пожалуйста, нет ли кого из ваших знакомых, сестер, братьев, живущих там? Нету. Ксения, нету никого. Я отправила ей ссылки на ваши ресурсы, так как у нее очень много вопросов. Ну, пусть приходит, поговорим. Очень надеюсь, что еще одна душа обратится по вашим проповедям и словам, как некогда произошло со мной. Спасибо. Христос. Вот это нет ничего более радостного, как слышать, что дети мои ходят в истине. Ян говорит. Ривка. Слава Господу. Толкование – это дар. Путь к единству – вектор, эталон. Мешает принятию их гордыни и отсутствия смирения. Истина так. А почему? Потому что я выставил такой материал, который начинает. Ну, я как сам. Как мне Бог откроет? Да тебе, если это Бог так открывает, выходит, 16 столетий никому так не открывал. Ну, что ты на себя берешь, что я? Совсем сдурел, что ли? Ну, это двое сидите. Я так понимаю. Ну, почему Бог-то открыл? Как ты знаешь? Кто утвердил? Что толкование блаженного фефилакта утверждено церковью, святые отцы. Ну, простояло 900 лет. А здесь так. Я так понимаю. Мне Бог так открыл. Бог дал свободу. Это не свобода, это разгильдяйство какое-то. Я говорю. Ни раз и ни два приходилось выслушивать исповедь разных людей в разных концах света. Как они искали Бога. И как победить в себе грех и обрести истинное счастье. Побывали в разных сектах под названием конфессии и динаминации. Интересно. Вот скрыл же сатана. Слово ересь. То есть нигде не... У сектантов нету об ересь и что такое церковь вообще нету. Библии. Они Библии не знают. Побывали они в разных сектах под названием конфессии, динаминации. То есть религиозное сборище. И что вот наконец-то они обрели покой. Нашли то, что так долго искали. Но главное тут по-разному и у разных. А они пристали к какой-нибудь экзотической группе бесноватых. Слава Иисусу Христу! Они пристали к какой-нибудь экзотической группе бесноватых. И теперь рот закрыть никак не могут. Иные сами организовали группу по изучению Святой Библии. И тут уж они на своем коне. То есть на них пашет лично сам дьявол. А всего-то, кажется, нужно было им а испросить у Бога смирение и послушание Духа Святому, который дал чистое слово свое людям и дал учителей, которые столковали в первые века церкви уже Слово Божие. И нам нужно только принять его и жить по нему тихо и мирно. Для проверки того, кто же они. Им можно задать вопрос, почему эти люди, искавшие одного, нашли все разные и прямо противоположные одно другому-то. Все понимают один и тот же стих Святой Библии по-разному, исключая иные толкования таких же сумасбродов. А что интересно? Ну, ты так говоришь, а я теперь не принадлежу никакой динаминации. То есть он походил, все не так. А теперь он создает новое еретическое учение. Он этого не видит, он ослеплен. Ослепляли других, и Бог ослепил вас. Для проверки сказано, зададим им всего несколько вопросов. Первое. Матфея 24, 30. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда вас плачутся все племена земные. И увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великою. Задаю вопрос. Что здесь есть знамение Сына Человеческого? И что есть сила и слава великая? Вот я это выставил вчера, понакидал там и в моем мире многим, и в скайпе, ну не менее как полсотни, наверное, и каждому отдельно. Ответа два поступило. Второе. Второй вопрос. Марка 13, 25. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Что здесь есть сила небесная, и как они поколеблются? Какие звезды спадут с неба, и куда они спадут? Третье. Матфея 5, 19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Вопрос. Как может быть в Царстве Небесном тот, кто нарушит хотя бы одну из этих девяти заповедей блаженств? И при том еще и научит так людей? Один только ответил, и неправильно на один вопрос. Четвертое. Откровение, 20 глава, 1 стих. 2, 3 и 6. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Что это за ангел? Как ему имя? Я еще не назвал тут. 2. Он взял дракона-змея древняя, которую с дьявола сатана исковала на тысячу лет. И не зверг его в бездну и заключил, и его положил над ним печать. Дабы не прещал уже народы, доколе не окончат тысячи лет. После же сего ему должно быть посвобожденным на малое время. Вопрос. Откровение, 26 стих. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет. Спрашиваю, когда и где связан уже, или только будет связан когда-то змеи древние? Что означает тысяча лет? Что значит малое время? И что тогда будет? И пятый вопрос. Матфея, 27-13. И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойника. Вопрос. Были ли иконы и изображения в храме, в котором Иисус Христос был и признал его своим? Вот такие вопросы. Пять вопросов задал. Но пока нет ответов. Вера Мурник. Да, и вправду, я это считала, но сама как-то не задумалась над этим. Вы теперь как бы открыли мне глаза на что-то новое. А где найти ответы на все эти вопросы? Я отвечаю, у святых отцов Церкви Христовой, не у юридиков же. И вот этот пятидесятник Леонид из США. Я говорю, в третьем поколении пятидесятник. Иван Воронаев, проповедник, миссионер, основатель общин, христиан веры евангельской. Кто он был для вас? Ведь Богом был Вадимый человек. Почему именно для вас это слово? Откровение, глава 2, стих 1, 5. Это он мне такие ему места открыл, Писание, Господь, он их просчитал. А теперь спрашивает, почему именно для вас? Ему Бог открыл, он им все с откровениями. Мы с вами за полторы тысячи километров. Я вас не знал. А ему во сне Бог сказал меня найти. И он нашел, и по бороде, и все. Спаси Христос. Я отвечаю. Кто такой Воронаев? Знаю дела твои, и труд твой. Это ко мне он говорит. И терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных. Это он нашел, что ко мне это все сказано. Испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковые. И нашел, что они лжицы. Вот я и нашел такой Воронаев Иван. Это лжицы. Леня этот, его зовут Леонид Леня. Я Копчук. Большое. Видимо, спасибо. Благодарю. Напишите точный адрес, куда именно. Желание моего сердца выслать вам 200 долларов. Храни вас Господь. Ну вот наши попы дуркуют. Они скажут, зазомбировал. Зазомбировал. На меня говорят, там ходили на занятия. Я много лет учился в Египте где-то там. Экстрасенсы. И все эти экзотерические науки постиг. Поэтому так на человека гляну. И он уже сел, оторваться от скамейки. Говорит, не может. Это баптисты прям в собрании говорили. Поэтому, когда Игнатий будет говорить, вы быстро вставайте, чтобы к скамейке не прилипнуть. Иначе не встать. Один раз он начал говорить у баптистов. И мы как не пытались с женой идти, так и не смогли. Вот оторваться от скамейки не могли. Он заколдовал. Я отвечаю. Новый завет трехтомник. И к истинному православию вместе стоят 110 евро. Или 130 долларов. Он меня не просит. А я ему говорю, если вы вышли, что я тебе книги вышлю. Плюс пересылка за границу около 70 долларов. Итого 200 долларов. Пересылайте на меня по Western Union. Игнатий Шнапкин. Телефон 8 961 230 70 60. Дайте абсолютно точный ваш адрес и телефон, чтобы книги послать после получения вашего перевода. Перевод делать только в долларах. Евро тут не выдают. Вон, отвечает Леонид. Большое спасибо. Если будет угодно Богу, закончится мой контракт здесь, в Америке. Я возвращусь домой в Украину, напишу свой адрес. А Western Union куда? В Барнаул, Мамонтово, Потеряевка? Или просто на ваш номер? Я отвечаю. Просто номер десятизначный. Мне перешлите, когда пошлете. Вам там дадут. И получать можно везде, хоть в Париже. Леонид пишет. Понял. Даст Бог жизни. На следующей неделе вышлю. Я отвечаю. Номер этот тут и пришлите. Он отвечает. Хорошо. Спасибо, Христос. Он говорил. Спасибо. Я говорю. Это не христианство. Уже все научился. Спасибо, Христос. И вчера Акулов вышел на меня. Рустам Гусенов. Мне часто снятся вещи сны. Но они без креста. А один из таких как-то приснился мне, что я должен пострадать за Христа от мусульман. Снилась пустыня. Мекка. Снились исламисты. Мне были назначены удары плетью за то, что я ушел из ислама и стал христианином. Этот сон мне снился еще тогда, когда я даже и не знал о существовании ИГИЛ. Вот в последнем нашем с вами видеоролике, когда мы беседовали по скайпу, я упомянул за то, что я ушел из ислама в православие в церковь. Это начало. Мусульманин пришел еще один. Галина Влеске. Мир вашему дому, христиане. Да, Игнат Тихонович, человек ни на иоту не прибавляй и не убавляй то, что написано в Библии. Когда молимся, то мы разговариваем с Богом, а когда читаем Священное Писание, то Бог разговаривает с нами. Так нас научили наши предки. Поклон за полнейший ответ от чтения Ветхого Завета. Вопрос. Поясните о смерти 2 из Оскорбения 20-й глава 6-й стих. Понимаю эти слова как окончательность смерти грешника. Приговор после воскресения всех душ от первой смерти, то есть телесной. Ну да, смерть 2-я это погибель и ад. Уже все. Душа умерла, с телом будет на мучение отдано. Так заинтересовали меня эти отрывки из вашего сообщения, что моя мозговая вспышка метнула меня к шкафу за красным третьим томом вашего издания. Нашла и порадовалась. Как же удобно и понятно издали. Благодарим. Она летом была здесь. Тоже, видишь, как вся сделалась наша. Ну, зазомбировал, как попы толкуют. Была сегодня в огромном магазине книг. Приятно верующей душе встретить полки с духовными изданиями. Полная, каноническая, на русском. 77 книг. С указателями чтений по дням церковного года. С золотым крестом на багровой обложке. С картами. Холиланд. Святая земля. Стоит багровая красавица книга. Сокровище. Книга книг. Ждет. Поставлено выше иных религиозных изданий и духовной литературы, как повелительница умов человеческих. И слава Богу, в человеках благоволение. Какие чудные мгновения от Бога. Аминь. Сергей Дмитриевич один пишет. Я удивляюсь, как православные одни обзывают других сектантами и ретиками. Они только тем и занимаются. А лучше бы Евангелие несли людям. А один епископ, русско-православная автономная церковь, вообще мне сказал, что это не наше дело Евангелие проповедовать. Что, мол, это было апостолом сказано, а не нам. Сегодня он удивится, если я ему покажу человека, который бы не слышал Евангелие. Я вас уважаю, ваше служение, что вы несете мир и свету Евангелие. И служение мне ваше нравится. Кроме того, только как вы обзываете всех сектантами. О динаминации бы говорил, конфессии, он бы это все принял. Храни вас Господь, Божьих благословений. Вот так, Божьих благословений, два слова, это все сектанты говорят, еретики. Они не знают, как это сказать. Да благословит вас Бог. Для меня сектанты это те православные, которые сами не входят и другим не дают. Ну, это ты так понимаешь. Ну, посмотри, словари открой. Кто это говорит-то мне? Сергей Дмитриевич. Малыш Роман. Отвечает Рахиле Загидулиной. Мы обладаем великим Божьим даром. Свободой. Смотреть, не смотреть. Писать, не писать. Считать, не считать. И так далее. Саша один какой-то. Кстати, прошу прощения, но в интернете набирает просвещение тема плоской Земле. А плоской. Что якобы нас долго дуращили со всеми полетами в космос. И все это только в телевизорах и воображении. Я долго изучал, лично. Смотрел все материалы по этой теме. И утвердился где-то на 80%, а то и более. Что действительно так и есть. Вот ведь парадокс это. Прямо перед носом, а отличить правду не можем от обманов. Кто-нибудь еще сталкивался с этой темой. Я по этой теме все сказал в присутствии Романа и говорить ему не буду ничего. Я полюбил его. Нынче он с прудами больше всех помог. Со сваями и везде. Так что он меня и отставил в сторонку. Делами своими доказал. Мне больше нравится плоская земля. Плоская, но она круглая. Она шар. Но на шаре, на тыху, вот я встану как. А на дощечке бы я устоял. На крысы я стою. А если даже большой шар поставить, я на нем не устаю. Так что на шаре опасно. Ну а тут-то он большой, так что незаметно. Ривка. Это Ривека. Мне больше интересно, зачем этот спор запустили сейчас. Вокруг только об этом и говорят. Хоть по плоской, хоть по круглой. Ходить-то перед Богом. Как говорит Игнатий Тихонович, на спасение души это не влияет. Действительно так. И мне говорят, вот Роман земли не оприходует, и боится паспорта, и он еще там вам доставит печаль. А я говорю, ну и кому он доставит-то? Как он мне доставит? Никак. Он не регистрирует. Паспорта не имеет. Так это его вопрос. Паспорта не имеет, но и он должен просчитать все, что за этим дальше будет. Да благословит его Господь. Андрусенко Александр. Это из православия ушел, он отдельно что-то слушает и говорит. Игнатий Тихонович, мир вам. Благодарю, Александр. Вы для меня очень дороги. Вопросы, поставленные вами, интересны. Но нигде Писание нам не говорит, что знание точного ответа на них нужно человеку для спасения. Ничего себе. Вот это да. Вышибло его. Златоуст говорит, одной черты не пропадет, как Златоу этот Христос сказал-то. Ни одна йота, а толкование. Христос растолковал. А не точное толкование, это не точная дорога, куда уйдешь. Христос не сказал, сказал. И он подсказал. Имейте уши слышать, да не слышать. Это о чем говорит? Глаза имеете, но не видите. Не сказал. Слушайте, не разумеете. А ученики не понимали. И когда он воскрес, он упрекал их. И доказательство, начал говорить, доказательство определенное никуда попало. Как? По закону Моисееву, по пророкам и по псалмам Давида. Считайте о воскресении Иисуса Христа в Евангелии от Луки. А они-то все понимали не так. Правильное понимание – это самое необходимое, что необходимо человеку. Не знаешь толкования? Тебя сатана заведет в такие дебри, обязательно в какой-то секте. Ты пристанешь или еще больше грех, сам начнешь образовывать динаминации конфессии. То есть, еретическую яму с помоями. Ответы на них есть разные. И каждый человек лично оценивает, верно что-то предложение или нет. Ну, это уж с ума сошел. Больше никак не сказать. Каждый определяет. Дорога одна карта. Ну, я понимаю, если влево, это надо вправо. Если вперед, это значит назад. Каждый понимает, как надо. Не выйдет, дружок, здесь. Не выйдет. Большую власть себе дал. Это полностью уже. Или смеешься ты, или еще. Поэтому ничего толкования не может быть принято, как единственно верное. Как бы оно кому не нравилось. Если сам Бог нам это не открыл однозначно. Вот и открыл однозначно. Открыл. Вселенские соборы утвердили это. Неужели ты лучше Златоуста понимаешь? Или Василия Великого, или Григория Богословского? Это уже Сатана размочалил мозги. Поэтому это и сектанцы с вами не согласятся. И у баптистов одно толкование. И у субботника. Попробуй субботу не принимай. И у Свети Леговы одно понимание. Это ты совсем уже архиеритик какой-то. Поэтому... Или мозги, говорит, свихнулись на бекрень. И завихнуть назад не хочет. Поэтому для меня есть приемлемое толкование православных. Например, отыщение царствия. А есть толкование, которое я считаю более здравомысленными. То есть принадлежащее людям, не относящимся к господствующим церквям. Например, касающееся знамение Иисуса Христа при втором пришествии. Я считаю, это будет исполниение слов двух мужей в белых одеждах. То есть они появятся на небе. Рехнулся старик. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, воздействующий от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Причем тут они-то? Иисус восходящий. Тут ничего про этих мужей не сказано. «Явление самого Христа, грядущего по небу на облаке в то время, когда солнце, например, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И есть знамение, явление. Там написано знамение, а затем явится. А уж что будет более правильно? Там кресли, сам Христос на облаке. Кресли Христос. Или что-то другое будет, ясно потом, с Богом». Никита Колесников, сегодня набрал глину в мешки. Рома говорит, что в начале следующей недели можно будет выезжать в город. Вот сколько сегодня на меня пришло. Ну, просчитал. Я мало просчитал, не все. Но что бы понять, какая идет переписка. О чем говорим? Сегодня опять у нас занятие, по слову Божию. Вот это «Любите врагов ваших». Вот это все мне надо отдельно снимать. Копировать и вместе. Я сегодня постараюсь сделать. К истинному православию. Чтобы статистику дать. Но сейчас мы и посмотрим. Это что у нас здесь? Вот здесь. Мой мир. Мой мир, я как-нибудь покажу, переписка какая была. Хотя бы коротко показать. На это я выставляю архив из прошлого. Вот уже сколько перемотнулось сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот уже восемь роликов с Ютуба. Сегодня я выставил десять роликов перемотну, перетащили сюда. Очень удобно. Мне пытаются доказать, что и в Одноклассниках так же, или в Фейсбуке. Да ничего подобного. Лучше моего мира нету. Рекламирую его. Это система мой мир. По всем параметрам. Все видать открыто. Не столбцом. Ну и... Православный форум. 1600 тем. Очень большой. Дальше. Видеоканал. Вот он. Ну вот что я сейчас... Посмотрю сколько. Я утром встал. 3.20 сегодня. 3.20. А встаем-то в 4.40. Ну и вот поставил роликов. Сколько? 3. Узнать, как это произошло. Что подвигло. В малом увидеть большее. 41 просмотр за 2 часа. Вот. Собрание болящих. Вопросы. 55 собрания за 2. Морков. Так и не успело вызреть. 64 зашло. Морков срочно досушить. 50. Мы возвратились. Не очень интересует. Но самым малым авторитетом пользуется Златоуст. 5 человек. 5. И вот за это время два комментария. Я открою их. Но не вините меня. Вот видно цифра 2. Что если там сквернавис какой-нибудь матерится. Матеряться ужасно. Так. Вот что тут такое. Марина Деминова. Добавила комментарий. Вот сейчас я открываю и посмотрим. На какой. Что это. Исповедь бывшая послушница отзыва. Вот она нашла. Марина. Змеиное логово. Змеиное логово. О ком она говорит? Змеиное логово. Мария Кикой. Ну о чем? О ком она говорит? Ну непонятно. Ну не знаю. Как модераторы посмотрят. Вот так. Вот еще это. Ну и понятно так. Второе. Кто-то тут зашел. Сейчас посмотрю. Николай. Посмотрим. Николай. Еще он тут прислал грейдер Долгов Евгения. Разровнять щебень. Почти невозможно. Это прошлогодний. Кто он пишет? Вот зашел. Николай. Суконкин. Дед настоящий начальник. Супер. Шоплупайку. Это как по стеклу ладошка. Экскаватор разровняли. Ну то есть ничего нету. Слава Богу. Слава Богу. Не изругали никак. Ничего. Ну опять выходим на наш YouTube. У нас 8600 роликов. Это очень большой. Очень большой ресурс. Вот сейчас посмотрим. Что у нас тут еще. Вот подписчиков. 9168. Ну не понятно. 963. 9163. Ну непонятно. Столько подписчиков. А где они? Или это отдельно где-то идет? Ну 9-то тысяч. А тут-то всего сотня. 200. Ну больше 200 тысяч то и нет. Вот. Просмотров. 8 миллионов 912 тысяч 259. Ну это можно поверить. Это говорит можно поверить. И дальше во свете Библии. Вот у нас тут. Православный библейский сайт. И главное это ответы. Вот. Тут у меня. Если я буду сделать проповеди. Как мне их проповеди. Вот эти вот. Вот я сейчас откну его. Вот смотрите. Вот они вышли. 1136 проповедей в храмах Барново-Потеряевки. Как их сделать в ролики превратить. Так кто нет. Напишите мне. Только попроще. Дальше. Список проповедей по Алфае. Вот посмотрите как. Сейчас открою я. Вот. А сначала было так. А, Б, В и дальше. Какой том, какая страница. Адвентисты и еретики. Десятый том. 278 страница. Ну вот 1136. 1136. Удобно? Конечно. По Алфае. Я не знаю. Которые священники там говорят. По интернету. Если у них так. Чтобы найти проповеди. Хотел я послушать. Дальше. Эти же проповеди. Список проповедей по местам Писания. Вот. Тоже 1136 проповедей. Матфея. На первую главу. С первого по 12 стих. Это 12. 19 том. Страница 597. И дальше. Первый том. Такая страница. Такая. Вот. На Матфея 2. 4. 5. 3. 7. Вот. Дальше. На Матфея. Этот на Матфея. Какая глава. Какой стих. Какая книга. Вот допустим. На Матфея 15 глава. Третий стих. Том 23. 440. На 15 главу. На 12 стих. Это глава какая. Это 23 том. 486 страница. Вот. Если на 18-19 стих. Том 23. 478. Вот смотрите. Сколько. На Марка. Вот Марка идет. На Марка. Места Писания. Легко искать. Кто желает послушать. Как у священников. На Луку. Посмотри. На Евангелие от Иоанна. Какой том. Какая страница. Вот сколько время я тут потратил. Это я по книгам должен был. Все это вывести. Потом напечатать. Деяния. Иаков. Первая Петра. Вторая Петра. На какие места Писания. Иоанн. Первая Иоанна. Вторая Иоанна. Третья. Иуда. Кремленам. Вот. Первая глава. Вторая. Третья. Вот. Черным видно. Какая глава. А дальше какие стихи. Вот. Шестая глава. Четвертый стих. Пятый стих. Это двадцать восьмой том. Четыреста девяносто девятое. И дальше. Так все идет. Вот оно. Седьмая глава. Восьмая. Девятое. Теперь. Первая Коринфина. Вот сколько проповедей я сказал. В храме. Вторая Коринфина. К галатам. К ефесянам. К филиппийцам. К колоссинам. Фессалоникийцам первое. Первая Фессалоникийцам. На второй Фессалоникийцам ни одной проповеди нету. Первая Тимофея. Вторая Тимофея. К титу. К евреям. Вот много. Откровения. И проповеди по Ветхому Завету на различные праздники и события. Вот посмотрите. Вот. На псалмы. Вот. На первое сентября. Богослужение. День знаний. Начало учебного года. Воздвижение креста. Восстановление наследия. Потеряевки. Где благословлять. Встреча со Христом. День лагеря. Вот смотрите сколько тем. Это тематические были у меня проповеди. Убийство царя. Устекновение головы Иоанна. Головы Иоанна. Успение. Терроризм. Суббота. Слава смотрению твоему. Ну вот видите как. Это вот проповеди. Как мне эти проповеди сделать файлами. Чтобы в интернет их выставить. Подскажите. Я не умею этого. И дальше. 123 занятия. В Потеряевке. Вот. Открываем. Вот они. По алфавиту. Ангелы на Рождество. Это темы на улице. Мы беседовали. Собирались где-то. Это не в храме. 123. И записал Игорь. Барабаш. Записывал. Ну у него не хватало пленки. У него у одного только был этот карманный такой магнитофончик. Ну кассетный. И он сохранил это. А потом вот это вот все мне пришлось дальше озвучивать. Перепечатывать. Сидел. Специально мне сделали магнитофон такой. Чтобы ногой включать-выключать. Толя Петеримов. И вот теперь все перепечатали. Все. Это все пришлось сделать самому. Сколько времени здесь. Ну некоторые еще не понимают какая тут работа проделана-то. О чем толкут-то. Вот теперь смотри. Занятие. Дальше. Аудио Библия мной начитана. 3173 стихотворения. Нет. Тут же. И как стихи эти файлы. Я не знаю как это превратить. На вот звук и видео. Вот я сейчас покажу. Смотрите. Вот звук и видео оттолкнул. Открылась. Библия начитана. Архипелаг. Гулаг. Творение Златоуста. Жития святых. Вот начинает. 12 книг. Вам видно? Нет там? Не знаю кто смотрит. Вот я сейчас ткну его. Смотрите. Жития святых. Вот они открылись. Я выбрал из всех житий. Первый век из 12 книг. 365 дней. Второй век. Третий век. Вот эта одна цифра означает. Два часа пять минут. Это одна дорожка. Одна дорожка на катушке засчитана была. Вот четвертый век. Пятый, шестой. Дальше. Каталог на жития святых надо было составить. Теперь. Я ткнул его. А теперь смотрите. Первый век. Захария. Пятого сентября. Вот какое написано. Первый век. Вот. Мученики Евода, Анисифор. Сколько? Количество страниц жития. Две страницы в книге занимают. Итак, первый век. Файл. Один файл. Два часа пять минут. Сколько вошло. Почему? Ну, а маленькие жития. А есть вот пятый файл. Мария Магдалина. 38 страниц. Заняла целый файл отдельно. Аполлинария тут. Ну и другой. Вот смотрите. Кто именно? Какого числа? И сколько страниц? Каждую строчку. Проверьте, сколько. Вот теперь. И надо, чтобы до конца были начитаны дорожки-то. Новый век от основы кассеты. И тут я добавлял. Чети именей обучения оглашаемых. Блаженного Агустина. Разных отцов. Великий Василий. Анастасий Синаидский. Григорий Богослов. Василий Великий. Отворение. Это дополнены были в катушке дорожки. Второй век. Смотрите, сколько святых. И скажу, что такого нет. Никогда ни у кого не было. За всю мировую историю. Я иду всегда непроторенной дорогой. Чего меня не бить-то тут? Ясно дело, что где-то и споткнешься. Вот оно. Вот это немножко помог составлять Сергей Пупков. Видите, вот файлы какие. Файл. Это сейчас. А тогда дорожка называлась. И так файлами оно у меня и вышло. Десятый файл. Обучение оглашаемых Божиным Августиным. Счастье четвертой. День святой жизни. Это митрополита Григория Санкт-Петербургского. Третий век. Файлы. Имена Селевка, Папи. Вот они все озвучены. Это в аудио. И как? Четвертый файл. Пятый, седьмой. Сколько файлов на третий век? Вот, пожалуйста. Двадцать файлов. А вот теперь четвертый век. Смотрите. Самый большой. Первый файл. Вот. Каждое житие начитано. И справа сколько страниц. Не надо листать. Я знаю. Это половина. Вот этот вот побольше. Кто это? Автоном. Пять. А вот этот двенадцать. Анфим. Это все святого Анфима. Потеряевские общины названы. И вот они. Я медленно буду крутить. Вы сами можете зайти. Но просто полюбуйтесь, как сделано. Это благодать Божия. Повторяю. Самому никогда это не сделать. Это благодать Божия. Все это делается в пасе, молитве. В смирении перед Богом. Вот оно. И это все отвергнуть. Это столько свидетелей. А как мне откроется? Да что тебе откроется-то? Запудрил мозги себе. Вот оно. Вот смотрите. Дополнение. Шестого сентября. И вот сколько. Файл. Сорок пятый файл. Видите, сколько здесь. То есть маленький. Даже не стал ставить здесь. Вот оно где. День святой жизни. Продолжение указания. Продолжение Исаака Сириянина. Метрополита Иннокентия. Указания пути в Царство Небесное. Дополнял. Кроме житий-то тут еще сколько всего. Вот. Пятый век. Семен Столпник. Двадцать четыре страницы. Ну, всего трое. Пульхерия царица. И дальше. Вот. Кто такой? Даниил. Двадцать восемь страниц. И Маркел шестнадцать. Вот два жития. И файл готовый. И теперь я прокручиваю дальше. Шестой век пошел. Исаак Сириянин. Кирилл Туровский. Послание Климента. Вот сколько здесь. Это дополнительные, которые не оконченные были дорожки. Их надо было дополнить, чтобы с новой кассеты, с новой катушки новый век начинать. Иоанн Постик. Вот посчитай сколько. И везде все страниц. А когда не показывай, это так. Дальше. Из настольной книги священника еще добавил. Жития святых. Так. Слово к Богу, идущие из глубины сердца. Григорь Нарикотси. Дорофея. Кирилл Иерусалимский. О покаянии стихотворения. Максим Исповедник. Ефрем Сирин. Это все дополнительно. Седьмой век. И что тут? Раннехристианский. Климент. Игнатий Богоносец. Поликарп. Ерма. Нил Синайский. Дорофея. Симеон Новый Богослов. Это все у меня начитано. Так. Раннехристианский. Климент. Игнатий Богоносец. Поликарп. Ерма. Ерма пастырь. Вошло сюда. Теперь девятый век. Вот век, 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 век. Продолжение. Иустин Мученик. Да. Апология его. Подобие. Дополнение Ерма. Книга. Здесь что? Добротолюбие. Ириней. Симеон Новый Богослов. Глеб Князь. Вот. Теперь, ну, что дополняю? Симеон Новый Богослов. Симеон Благословенный. Никита Стефат. Никита, да. Феолипт. По-моему, так. Филадельфийский. Метрополит о сокровенном делании. Это кроме житий и святых. Дальше. Иустина Апология. Ириней Леонский. Пятый том о добротолюбии. Это отдельно все пять томов насчитаны. Филипп. Метрополит Филадельфийский. Слово о сокровенном делании. Дальше. Симеон Новый Богослов. Никита Стефим. Пятый том. Григорий Синаид. Это я просто показываю как овик. Добротолюбие. Калисто. Добротолюбие. Григорий Палома. Инокий Калис и Игнатий. И дальше. Дополнения какие. Филипп. Метрополит. Филадельфийский. Никита Стефат. Калис и Игнатий. Игнатий Калис. Калис Теликут. Пятый том. Касьян. Это все заново. Добротолюбие. Филипп. Синаид. Настольная книга священнослужителей. Первая. Еще книга свяностольная. Второй том. Книга священнослужителей. Григорий Палома. Серафим Саровский. Григорий Богослов. И что? Книга Дмитрия Ростовского. Книга священника. Второй том. Дополнение НКС. Что-то такое. Иннокентий Герман. Ну вот все. Это я показал только. Без благодати Божией можно ли это было сделать? Так православные мы или не православные? Ну. Хором. Признавайте меня своим. Или я вас дальше душить буду. Душить как? То есть много материалов скидывать. А то подумать, что душить. Заявят в полицию или где. Отец на Умсети. Ну вот на этом сегодня все.